Регина Эзера. На Даугаве ледоход. Оригинальное название «Ладус иет» – «Лёд идёт». Из сборника рассказов «Даугавас стаасты» – «Рассказы с берегов Даугавы». Перевод Людмилы Лубей. Читает Евгений Бразребрушковский. Глава пятнадцатая. Теперь ты можешь запирать Бобика. Я хочу поговорить с вами об Иманте. Что с ним? Говорите! Лицо у Илги измученное, под глазами синяки, видно, не спала всю ночь. Юрису приходит в голову, что разговор этот должен был состояться раньше. Тогда бы многого не произошло. Имант у меня. Он жив! Кажется, всё остальное сейчас не имеет никакого значения. Илга за мучительные часы бессонницы успела передумать всё. Конечно. Почему же он не идёт домой? Юрис молчит. Значит, что-то случилось! Юрис не знает, как бы это сказать, чтобы не получилось слишком жестоко. Он не хочет идти домой. Илга вздрагивает, словно ей попали камнем в спину. Бросает быстрый, испуганный взгляд на Юриса, опускает глаза. Руки беспорядочно нашаривают. За что бы уцепиться? Вертят пуговицу, одёргивают полукофточки, касаются волос. Худощавые, небольшие руки, тонкие, дрожащие пальцы. Так они и стоят, глядя друг на друга. И молчание тяжёлое, глубокое. Оно разделяет их, как дремучий лес. И он не знает, как начать. «Сведите меня к нему!» Говорит, наконец, Илга, не поднимая головы. Как трудно было это произнести. Какая трудная и унизительная будет дорога туда, к сыну. Илга не знает, что скажет, когда придёт. Чужая калитка, чужой дом, веранда с цветными стёклами. Что нашёл здесь сын, её сын, её иммант? Что могли ему дать эти чужие люди такого, что не дала она, мать? Иммант спит в чужой постели, как на своём диванчике, положив ладошку под щеку, немножко вытянув нижнюю губу. Илга ожидала чего угодно, только не того, что Иммант будет мирно посапывать. Она представляла себе, что сын плачет, и никто не может его утешить. Входит она и... А он спит и во сне пошевеливает рукой. Илга с Юрисом переглядываются, не зная, будить мальчика или нет. По правде говоря, надо будить. Юрису пора в гараж. Илга тоже готова увезти Иммант отсюда хоть сейчас. Поговорят они потом, наедине, без чужих людей, без осуждающих, без сочувственных, без выжидательных взглядов. Хоть бы скорее всё кончилось, хоть бы Иммант открыл глаза. Нет. Спит. Во сне странно морщится курносый носишка. В изголовье лежит пакет, завёрнутый в старую бумагу. Илга догадывается. Это он, наверное, принёс с собой? Она берёт, чтобы завернуть получше, поаккуратнее, чтобы потом, когда Иммант проснётся, больше не задерживаться ни минуты. Илга разворачивает, краснеет Иммантова библиотека. Илга снимает косынку, увяжет в неё. Всё лучше, чем эта истёртая бумага. Из стопки газетных обрывков выпадает небольшая продолговатая вещица. Со звоном разбивается стекло. Иммант мгновенно вскакивает. Ой, пробирку разбила! Выпрыгнув из постели, подбирает осколки стекла, но уже ничего не исправишь и не изменишь. Илга смотрит на спину Имманта в синей клетчатой рубашке. Она ещё на прошлой неделе своими руками заштопала ему рукава нитками потемнее. Всё такое знакомое и близкое. Непослушный ёжик на голове, худенькая шея, оттопыренные уши, пальцы с коротко остриженными ногтями, даже рубашка в клетку. Но руки Илги лежат на коленях, как деревянные. Они не протягиваются, чтобы обнять сына. Илга боится. Она уже не уверена, что сын при чужом шофёре не оттолкнёт эти руки. Удерживают слова, которыми Иммант встретил её. Без радости, без злости, без удивления. Только... Ой, пробирку разбила! Иммант кладёт осколки на край стола осторожно, как раненую птицу. Потом оборачивается к матери. Ты пришла? Илга нервно суетится, крепче стягивает узлы косынки с имуществом сына, принуждённо улыбается. Взгляды Юриса связывает её, как верёвкой. — Я пришла за тобой, — беззвучно говорит она. — Я не хочу. — Сынок, не хочу! — Иммант, как ты можешь оставить меня одну? У тебя же есть Зелма! Илга не находит слов, не знает, что ответить. Иммант неожиданно смеётся. — Знаешь, а теперь ты можешь запирать Бобика! Подумал, посерьёзнел. — Жаль Бобика! Кто его теперь будет возить в кузове? Кто будет кормить бутербродами и жареной картошкой? Мама ведь ему только супу наливает, а суп Бобик тоже не очень-то любит. — Мам, что, сынок, отдай мне Бобика, ладно? Придёт Зелма и ещё ударит его перчаткой. — Иммант, — горячо говорит Илга, едва сдерживая слёзы, — тебя больше никто не будет бить! Никогда! Я тебе обещаю! Не Зелма, никто другой! Иммант смотрит на неё испытующе, будто старается угадать её самые затаённые мысли. Постепенно на его лицо закрадывается тень недоверия. Ты обещала не ругать. Помнишь? Обещала. Сказала честное слово. Всё вышло так неожиданно. Начинает Была Илга и умолкает. Чувствует сама, что неискренне, неубедительно звучат её слова. Их может принять за оправдание взрослый, исходивший из вилистой пути жизни человек. А для Имманта это только пустые слова, ничего не стоящие погремушки. Иммант признаёт только «да» и только «нет» и никаких зигзагов. — Сынок, — возобновляет она разговор, — я прошу тебя. Ну хорошо, я виновата. Наверное, мать не должна так говорить с ребёнком. Это безрассудно. И если бы здесь присутствовал какой-нибудь учитель, он, вероятно, бы вмешался. Юрис молчит, хотя слушать трудно, тяжело, особенно от сознания собственной вины. По существу признать вину сейчас мало. Мало сознавать, что с его сыновьями ничего подобного не случалось и, пожалуй, не может случиться. Сейчас надо что-то сделать, только Юрис не знает, что. Нельзя же вести ребёнка к матери насильно, грубым принуждением. — Сынок, идём, пошли домой, — умоляет Илга уже в который раз. Иммант всякий раз лишь упрямо мотает головой. — Пусть он останется здесь на несколько дней, — примирительно говорит Юрис. — Успокоится. Тогда поговорим. Илга понимает, ей надо уходить. Ей, матери, оставить Иммант здесь. Почему? Ни у кого нет права красть у неё ребёнка, отнять, оставить её одну. — Зачем он вам нужен? Илге всё ещё кажется, что она думает, но она уже говорит, почти кричит. — Зачем вы отняли у меня Имманта? У меня больше никого нет, только он! — Я у вас никого не отнимал, — тихо возражает Юрис, — если бы вы сами не потеряли. Но Илга не слушает, не хочет ничего слышать. На шум приходит из кухни тётя Лина, прислушивается потом, не говоря ни слова, берёт Илгу за руку и уводит с собой на кухню. Куда же ещё может увезти тётя Лина, как не в своё царство? Может быть, Илге только того и нужно, чтобы кто-то спокойно взял её за руку и увёл, ведь женщина женщину лучше понимает. И вот Илга сидит на той же табуретке, где только что сидел Иммант, только не пьёт чаю. Отсего отказывается, как тётя Лина не соблазняет её. Смотрит, как мечутся пламя по головешкам, слушает, как потрескивают дрова. Тоже как Иммант. Тётя Лина рассказывает что-то. Илга улавливает в её голосе шелест деревьев или потрескивание тех же поленьев, ни слова не понимая и не пытаясь понять. Ничто не нарушает иступлённого спокойствия Илги. Оно затянуло все чувства, как тонкий ледок в воду при первом морозе. И тогда обманчиво кажется, что река ослепла и онемела. В отборе щебечут воробьи, рассевшись на голом кусте сирени. Солнце в стёклах веранды, солнце над головой. Странный день. Когда идёт лёд, над яум белавой, намокшей, серой простынёй растилается туман. Лишь изредка его колышет ветер с реки. Небо сегодня чистое, словно вымытая колодезной водой. Илга выходит за калитку, не притворив её, и бредёт по улице. Ветер развивает полы пальто, треплет волосы. Косынка с драгоценностями иммонта осталась у скардов. Под ногами серый тротуар. Илга видит только однообразный, унылого цвета асфальт, на котором звучат шаги. Она идёт, понурив голову, как за гробом. Иммонт остался там. Ничто не помогло. Ни мольбы, ни слёзы, ни унижения, ни обещания. Она не испробовала только одного – силы. Может быть, от того лишь, что утратила веру и в неё. Что же делать дальше? Яун-Бейлава уже проснулась. Но сейчас она кажется Илге-городом на дне Даугавы. Машины ездят, люди идут, суетятся голуби. Всё беззвучное. Всё приглушает вода. Ей хочется, чтобы вода приглушила и её сердце. В каждом биении которого звучит, звенит, гремит один и тот же неразрешимый вопрос. Илга переходит улицы, пересекает привокзальную площадь, сворачивает, куда надо. Можно избиться с пути, когда идёшь, думая, неизвестно о чём, не оглядываясь. Но нет, она не заблудилась. Как верная пара коней ноги сами привели её на место в пустой дом.